Добрый вечер, эфире Вести Крачево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Убийство семейной пары пенсионеров раскрыто. Сегодня в городском суде Черкеска определилась мера пресечения в отношении человека, который обвиняется в убийстве. На базе Республиканская детская многопрофильная больница открыт ковидный госпиталь для детей, где уже размещены 60 коек. В столетний юбилей отмечает ветеран войны и труда долгожительница села Красный Восток Назик Хубиева. Юбиляр поделилась своими воспоминаниями со съемочной группой вестей. Книжный фонд Национальной библиотеки пополнился на 30 экземпляров. Вышла в свет четвертая книга кандидата к филологических науками над Магаяевой Гопоевой. Сегодня в городском суде Черкеска определилась мера пресечения в отношении человека, который обвиняется в совершении в 2018 году убийства двух пенсионеров. На протяжении трех с лишним лет преступление считалось нераскрытым. Лишь на днях злоумышленника удалось задержать и доказать его вину. Из зала суда Артур Мхце. Убийство двух пенсионеров было совершено в центре Черкеска в мае 2018 года. В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилой супружеской пары с признаками насильственной смерти. На протяжении длительного периода времени следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МВД проводили комплекс мероприятий. И все-таки многочисленные исследования и экспертизы дали результат. В начале февраля подозреваемый был задержан. Это проверка показаний человека, который подозревается в совершении двойного убийства. Мужчина объяснил мотив своих действий, рассказал о ссоре с соседями, выяснении отношений между пожилыми людьми. Упомянул и о самом преступлении. В городском суде Черкеска определялась мера пресечения для задержанного. Защита предлагала оставить его под домашним арестом. Следователи выступали за заключение под стражу. В настоящее время следствием добыто достаточных данных, подтверждающих причастность подозреваемого к совершению данного преступления. В связи с чем следствие обратилось в Черкесский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для сбора всей необходимой доказательной базы у следствия есть еще почти месяц. Подозреваемый будет находиться под стражей до 1 марта текущего года. После чего опять же в суде, скорее всего, определится его дальнейшая судьба. За совершение особо тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного срока. Артур Мхц, Максим Долгов. Вести Карачао-Черкесия. С начала февраля по поручению главы Карачао-Черкесия Рашида Тимрезова на базе Республиканской детской многопрофильной больницы открылся и действует первый ковидный госпиталь для юных пациентов. В трехэтажном здании уже размещены 60 коек, еще 35 мест провизорного отделения, а также могут быть использованы для приема больных. Как организована работа ковид-госпиталя для детей от 0 до 18 лет, выяснял корреспондент Артур Мхце. Пару дней назад этот юный пациент поступил в республиканское медучреждение с положительным тестом на ковид и уже получает здесь необходимое лечение. Подобное на базе Республиканской детской многопрофильной больницы стало возможным после открытия ковидного госпиталя, рассчитанного на 60 пациентов. В Минздравом Карачаево-Черкесской республике вице-премьером Гербековой Ириной Джешауны было принято решение открыть ковидный госпиталь на базе детской больницы. Если вдруг госпитализация будет в разы увеличиваться, чтобы дети могли получать лечение именно в детской больнице, где сконцентрированы и педиатры, и инфекционисты, и специалисты, и соответствующая аппаратура. То есть всё готово для оказания помощи детям. Специалисты детской больницы ранее имели опыт стационарного лечения ковидных пациентов, но до последнего времени процесс выздоровления под наблюдением медперсонала проходил в инфекционных отделениях. Теперь открылось отдельное здание, в котором соблюдены все необходимые санитарные меры. Войти в красную зону можно лишь в специальном снаряжении. Любая вроде бы незначительная деталь здесь на вес здоровья. Дети поступают к нам с положительными тестами исследования на COVID-19, либо из очага, где кто-то, если она в семье, имеет подтвержденный тест. И, конечно же, если имеются жалобы, это на повышение температуры тела, насморк, кашель, одышка, симптомы интоксикации, то есть отказываться от еды, слабость, вялость, может быть, рвота, может быть, жидкий стул. То есть любое сочетание нескольких симптомов, изменение состояния ребёнка вести, требует госпитализации, поступают на лечение к нам в отделение. Детский ковидный госпиталь рассчитан на юных пациентов в возрасте от нуля до 18 лет. Младшие, разумеется, находятся под присмотром не только врачей, но и родителей. И хотя сам процесс организован, как и в медучреждении для взрослого населения, некоторые нюансы всё же имеются. У нас есть нюансы патологии детского возраста и патологии взрослых пациентов, потому что взрослые пациенты уже имеют определённый багаж, так скажем, различных хронических заболеваний, которые могут осложнять течение данного заболевания. Тут наши антибиотики и карты, которые мы делаем внутримышечно, 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 пиццы наши, ушные капли, перчатки, смазки. Несмотря на то, что госпиталь функционирует всего несколько дней, работа здесь уже, можно сказать, кипит. Одни делают забор крови, другие наблюдают за состоянием пациентов, третий наводят чистоту, проводя санитарную обработку помещений. Как говорят сами медики, в вопросе пандемии они рассчитывают на оптимистичный прогноз, но готовы к любому развитию событий. Артур Махцын, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились первые 50 подростков. Вакцинация проводится во всех районах Карачаево-Черкесии, но пока больше всего желающих в черкесске. Напомним, что первые 480 комплектов вакцины «Спутник М», предназначенные для детей от 12 до 17 лет, поступили в республику неделю назад. По данным Минздрава, у всех привившихся вакцинация прошла бессимптомно, без каких-либо побочных эффектов. Информация о заболевших на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 35 605 человек. Из них 31 342 человека выздоровели, 425 человек госпитализированы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны Василия Семеновича Рогового. Он ушел на 99-м году жизни. Василий Роговой был из того поколения, которое не только отвоевал жизнь для нас, но и возродил разрушенную страну после страшной войны. А в нашу республику Василий Семенович попал в середине 50-х годов. После военной службы трудовой путь привел его в Урубский район, где он продолжил жить, трудиться, храстить детей. Добрый, скромный, настоящий человек. Таким навсегда останется в наших сердцах Василий Семенович. Искренне соболезную родным и близким ветеранам. Для всех нас это горькая потеря. Светлая память Василию Семеновичу говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. МЧС предупреждает, до 6 февраля в городах Карачаево-Черкесии сохраняется высокая лавиноопасность. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем дождь и мокрый снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, а днем до плюс 7. И местами 0 минус 5, на дорогах гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, а днем 4-6 градусов выше нуля. Продолжаем выпуск. Столетний юбилей отмечает ветеран войны и труда долгожительница села Красный Восток Назик Хубиева. Юбиляр рассказывает о войне, о немцах, которые захватили село и оккупировали среднюю школу. Назик Хамидовна с удовольствием поделилась своими воспоминаниями с нашей съемочной группой. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Назик Хамидовне Хубиевой исполнился целый век. Ее жизнь – пример мужества и силы. Маленькой Назик было всего 4 года, когда ее отца расстреляли. С малых лет она помогала матери. Работали в колхозе, трудились от зари до темна. Была дважды замужем, родила и воспитала пятерых детей. Вспоминают случаи с жизнью военного времени. Было очень трудно и страшно. Немцы поселились в старой школе. Их было здесь довольно много. Как-то раз, по просьбе моего отчима, мне пришлось стать свидетельницей одного эпизода. Мне нужна была справка, чтобы отправиться в Кисловодск на рынок. Спустившись в сельсовет, увидела, как немцы окружили здание. И один из немецких офицеров, обращаясь к моему односельчанину Тире Араву, говорит, «Начальник, тебе здесь делать нечего. Иди пахать землю». А Тира ему отвечает, «Нет, я болею, не смогу работать». Тира был патриотом советской власти и не хотел работать и выполнять приказы немца. Тогда между нашим односельчанином и немецким офицером завязалась словесная перепалка. Офицер, не выдержав, схватился за ружье и направил ствол на Тиру. К счастью, его от рук смерти вызволил наш местный председатель. Назиха Хамидовна скромничает и благодарит за визит, желает потомкам крепкого здоровья и никогда не видеть войны и тяжелых испытаний. «Спасибо большое, что не забываете меня. Я очень многое повидала, многое могу рассказать. Но скажу одно – пусть никто из ныне живущих больше никогда не постигнет тяжести и ужасов войны. Мирного неба всем над головой». Жизнь длиною в век. Уже и дети Назиху Биевой в почтенном возрасте. Но юбиляр говорит, десятилетия пролетели как один миг. Наставляет – любите друг друга, уважайте и цените время, проведенное с родными людьми. МВД по Карачаево-Черкесской республике сообщает, что в целях обеспечения охраны здоровья граждан, а также сотрудников органов внутренних дел за получением государственных услуг в РЭУ ГИБДД необходимо обращаться только по вопросам, которые не терпят отлагательства, при этом по возможности использовать сервис единого портала государственных услуг. Книжный фонд Карачаево-Черкесской государственной национальной библиотеки имени Хальмат Байрамуковой пополнился на 30 экземпляров. Вышла в свет четвертая книга кандидата филологических наук члена Союза писателей России Аминат Магаяевой-Гапоевой «Глядя в мир, как в бегущую воду». В издание вошли стихи автора «Красоте и величие родного края», «Любви к родине», «К своему народу», а также сто высказываний о Карача известных путешественников. В сборнике представлен и очерк о родном дяде Аминат Шамиле Шоул Халовиче Магаяеве, ветеране Великой Отечественной войны, защитнике блокадного Ленинграда. Эту книгу Аминат Магаяева-Гапоева преподнесла в дар библиотеки. По мнению писателя, подобные произведения воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и доброты. Молодежь, знающая историю, обычаи, традиции, культуру – высокий потенциал для будущего страны. В этой книге, я считаю, ценным тоже является во время блокады Магаяев Шамиль Шоул Халович, это старший брат моего отца, воевал, он был танкистом и защищал, ну тогда Сталинград, на высоте Пулкова, он говорил, я от начала до конца Ленинградской блокады находился там. Стало доброй традицией, что наши писатели, поэты дарят свои книги, вышедшие читателям библиотеки имени Халиман Байрамуковой. У нас Аминат Смаиловна является почетным читателем нашей библиотеки. Мы постоянно популяризуем ее книги, и вот эта книга будет как подарок нам. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры создавал DimaTorzok